А в Сербии подсчитывают голоса после внеочередных парламентских выборов. По предварительным данным, победу одерживает президентская сербская прогрессивная партия. Правоцентристы уже набрали 50% голосов. Таким образом, впервые в новейшей истории страны одно политическое объединение получило 156 из 250 депутатских мандатов и право самостоятельно сформировать парламентское большинство. Будущему кабинету придется пойти на непопулярные меры. Долг страны превышает 20 миллиардов евро, а уровень безработицы около 30%. Всего же в выборах приняли участие 19 партий, партийных коалиций и групп граждан. Окончательные результаты голосования объявятся до 20 марта. Прежде всего хочется, чтобы Сербия продолжала бороться с коррупцией, занималась развитием экономики и увеличивала число рабочих мест. А для этого нужны сложные и болезненные структурные реформы. Принятие трудных законов до летних каникул.